Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт, у микрофона Юлия Рашкина, и на сегодняшней программе мы продолжим разговор, который мы начали несколько лет назад, с нами сегодня документалист Люся Егесериан, который делает фильм о Борисе Немцове. 27 февраля 2015 года, уже 7 лет назад, был убит этот абсолютно, как мы теперь еще больше только понимаем, уникальный человек в истории России. Люся, расскажите, почему вы начали этот проект и где находится этот проект сейчас, что произошло с тех пор, как мы начали с вами, как мы в прошлый раз об этом говорили? Мы как раз вот ровно 3 года назад, буквально в феврале месяца, мы с вами говорили о полнометражном документальном фильме «Not your average citizen» – «Один несреднестатистический гражданин». За эти 3 года мы смогли сделать веб-сериал, и мы хотим пригласить вас и ваших слушателей, и наших будущих зрителей, мы хотим вас пригласить на премьеру, которая состоится как раз 27 числа, 27 февраля, на странице Фейсбука. Это веб-сериал, доступен он будет абсолютно всем. Дату я еще, время вернее, мы еще не уточнили, потому что пока думаем, это будет по московскому или по нашему бостонскому времени, но вот 27 числа мы приглашаем вас всех на премьеру. Почему это веб-сериал? Потому что наша дорога… Это сериал только созданный в формате веб-видео. Веб-видео – это фейсбуковский формат, квадратное видео немножко отличается от обычного по расположению, по композиции. А сериал – потому что у нас должно быть 52 серии, и мы готовы начать демонстрацию этого сериала. 52 серии? 52 серии. Потому что наш сериал… Да, продолжайте. Потому что наш сериал рассказывает о последнем годе Бориса Немцова. Начинаем мы… Первая серия начинается 27 февраля 2014 года, и последняя заканчивается 27 февраля 2015 года. Мы идем… Почему 52 серии? Мы идем по таким рэперным точкам, событиям, которые нашли отражение в фейсбуке Бориса Немцова, которые его задевали, о которых он писал, которые оказались для него самого очень важными. И у нас получилось 52 серии. Как долго продолжается каждый эпизод? Каждый эпизод – это не просто веб-сериал, это микро-веб-сериал. Каждый эпизод продолжается порядка трех минут. Но при этом должны быть несколько эпизодов, которые, ну, как бы заключают какой-то период. И они, наверное, будут в порядке шести минут. Ну, с точностью я еще не могу сказать, потому что это все мы еще продолжаем монтировать. Ну, вот обычный эпизод – три минуты, и такие рекап-эпизоды – по шесть минут. Люся, что вы узнали из этого проекта? Что я для себя узнала? Вы имеете в виду для себя? Или что-то новое о Немцове? А в чем разница? Разница? Речь идет о двух разных людях. Но вы же работали над фильмом о Немцове. Что вы узнали из этого фильма? Что вы узнали из этого проекта? Что было для вас новым? Вы вот архивисты, вы копались, вы что-то правильное? Или вы просто читаете то, что написал Немцов на Фейсбуке? Есть ли там новая информация, которая еще неизвестна? Да, есть такая информация. Ну, я просто, поскольку я приглашаю вас смотреть этот сериал, я ее разглашать не буду, но, безусловно, да, мы рассказываем о определенном событии, которое не было рассмотрено с тех точек зрения, с которыми нам удалось это рассмотреть. У нас, да, появилась дополнительная информация, у нас появились свидетели. Это замечательно, но при этом вы ее не разглашаете. Хорошо? Тогда почему этот проект важен? Я его не разглашаю, потому что... А зачем тогда люди придут смотреть? Потому что они увидят 52 серии. Ну, у нас еще нету 52 серии. У нас пока есть готовые, у нас пока есть 6 серий. У нас нету финансирования для 52 серий еще. А вот, поэтому у нас как бы пилотная часть, это 6 серий, которые уже сделаны, которые мы сейчас заканчиваем. А дальше... У вас меньше 20 минут материала. Материалы у нас как раз на 52 серии. Но закончены у нас 6 серий, которые мы будем демонстрировать. Дальше это уже на... как бы на откуп зрителя. Если вот эти 6 серий, может быть, даже если у нас получится 7-8, людей заинтересует, и кто-то захочет нас продолжать финансировать, серий будет 52. Ну, то есть просто это будет зависеть от того, сколько... какое финансирование нам удастся получить. Чем этот фильм, этот микро-веб-сериал отличается от что-то другого, всего другого, что было сделано о Немцове, за исключением длины эпизодов и... или просто, наверное, длины эпизодов? Отличается он кардинально. Дело в том, что 4 фильма, которые вышли о Немцове, и ни один из этих фильмов не касается его последнего года. Такое даже ощущение, что авторы, при том, что рисковали делать эти фильмы, они поставили такое табу на последние 12 месяцев. Ну, часть 14-го, часть 15-го. Хотя, кажется, по общественной значимости, да, по режиссерскому решению, это наиболее важный, важный период его жизни. А он написал у себя на Фейсбуке 22-го июня 14-го года «Политика – это символ», и написал это под фотографией Путина, который кладет цветы к монументу гранитному со знаком Киев. Киев – город-герой. И вот это как бы определение, политика – это символы, дало нам возможность определить наш жанр и нашего героя как символического героя. И символическим героем Борис Немцов стал на Большом Исквариевском мосту в момент его убийства. И всё, что предшествовало этому событию, это чрезвычайно важно. Поэтому мы как бы закрываем вот этот гэп, как сказать, эту часть, которая не рассказана никем, по какой-то причине, по разным причинам, не знаю по каким, мы закрываем вот эту информационную дыру нашим сериалам. Я вот так вот просто размышляю, 2014 год – это год Украины в этом смысле, правильно? Потому что… Да, да, это… Опять же, мы начинаем с 27 февраля дня аннексии Крыма и продолжается дальше каждый шаг. Это, в общем-то… Ну, это не просто приближение героя к смерти, но это развитие конфликта, который сейчас перерос… Ну, практически мы сидим и ждём, начнётся война или не начнётся. За семь лет мы оказались на грани… на грани… на грани мировой войны. В чём урок жизни Немцова? Вы знаете, я не возьмусь… То есть мы избегаем, как сказать, указующего перста. Вот указывает, вы знаете, вот этот герой, он сделал так. Мы стараемся быть максимально объективными. Урок каждый должен извлечь сам для себя. Познакомившись с этим героем, с его решениями, с его выборами, мы бы хотели, чтобы зрители обратились к себе и задали себе вопросы. Кто я? С кем я? Куда я иду? И вот слоган, который мы бы хотели поставить для… Ну, во всяком случае, для сериала, это опять же цитата Немцова «В наше чёрно-белое время нельзя быть серым». Можно это считать как бы уроком? Ну, во всяком случае, для меня – да, но каждый будет этот урок учить сам для себя. Нельзя быть серым. Это цитата Немцова, опять же. Я полностью подписываюсь под этой цитатой в нынешние времена, причём это касается не только России, это касается нашей жизни здесь, всё то же самое, это не локальная история, это история, это история, ну, философская, это как бы этическая составляющая для меня очень важная во всей этой истории. Да, но в России этика не имеет никакого отношения. Этика в России, ну, как вам сказать, что значит в России нету этики? Я думаю, что каждый человек, у него есть своя этика. Нет, это уже мораль. Есть личная и профессиональная этика, но вот просто этика правильного поведения этого просто нет. Скажите, Люся, вот ваш проект, следующий вопрос был тоже публикой для этого. Тут я подумал о фильме, который сейчас выходит. Для веб-сериала мы сейчас выпускаем российскую версию на русском языке. Сейчас эта версия будет на русском языке, так что это для всех русскоязычных, это моя публика, это наша аудитория, это русскоязычная аудитория в России или она, в Америке, в Австралии мы ждем всех. Те, кто заинтересован в этой теме, те, для кого эта тема важна, те, кто говорит. Кому вы считаете, она важна? Тема войны и мира важна всем. Она коснется каждого. Если начнется война, она коснется нас, живущих здесь, она коснется тех людей, чьи братья, мужья, сыновья пойдут умирать. Она коснется каждого. Люся, какие чувства у вас вызывают Немцов? Ну, для меня, он, безусловно, для меня он герой. Он, безусловно, герой для меня. И, ну, давайте остановимся на том, что я его воспринимаю как героя. А что это такое? Какое чувство это герой? Видите, герой – это человек, который наделен теми способностями, которыми, которым, может быть, не хватает самим конкретным нам, конкретно мне, скажем так. И, видя героя, герой, наверное, ну, вы знаете, это такой ориентир, что ли, да? Ну, вам, может быть, не понравилось там нравственное, да, моральное. Ну, да, это этический ориентир какой-то. То есть, если есть точка отсчета, то от этой точки отсчета выстраивается ваша этика. И мне кажется, что Немцов находится в той самой точке отсчета, от которой можно и строить свое какое-то этическое пространство. очень интересно. Почему? Вы знаете, потому что у него очень четкие, мне многие говорят, очень просто, очень просто, но действительно очень просто и очень важно. У него очень четкие понятия добра и зла. Абсолютно четкие. Никаких как бы колебаний в ту или другую сторону. и опять же, да, это тот самый ориентир, который позволяет нам существовать друг с другом. То есть, у него были этические принципы, он говорил, что хорошо, что плохо, и он четко распознавал, что хорошие вещи делает, что не хорошие. в этом смысле? Я понимаю, что это тяжело описать на русском языке, но это интересная тема. Пожалуйста, продолжай. Нет, нет, я с удовольствием, просто, я не знаю, насколько я понятно это объясняю. Его понимания добра и зла были абсолютно четкими. Понимаете, они были... А у многих людей они не четкие, так? А у многих людей, да, а у многих людей они достаточно размыты. Понимаете, вот это вот как бы, опять же, цитата в наше черно-белое время «Нельзя быть серым». Да, мы идем на компромиссы, единожды солгав, дальше эта цепочка начинает накручиваться, и люди оказываются просто на темной стороне, даже иногда не замечая, что они оказались на темной стороне, начиная с какого-то очень мелкой уступки, скажем так. у немцов, у него тоже это было, то есть я не говорю, что это идеальный герой, и вот в полнометражные фильмы мы это и показываем, там есть такая часть под названием, ну, кинематографисты меня поймут, называется «Темная ночь души». у него тоже были эти колебания, но его как бы его здоровое основание всегда его в итоге выводило на четкое понимание добра и зла. Если он и делал там какие-то его какие-то повороты, но он все равно выходил вот именно на эту светлую дорогу. Такое уникальное качество было у этого человека, я считаю. Немцов мог бы существовать, может быть, Немцов не был сделан для России в таком смысле, что если это такой человек, который имеет такое четкое понимание, неразмытое понимание, что такое хорошо и что такое плохо, может быть, он не мог быть, он хорошо, он думал об опасности, которая ему грозит? Он, не просто я могу сказать, что он думал, он знал об этой опасности, вот я даже, я здесь записала, но я слабо запомнила эти цифры, в 13-м году, в марте месяце, он дает интервью на Эхо Москвы, и он говорит такую фразу, быть убитым я не готов, то есть, там, ну какие жертвы может человек пойти, пока он в оппозиции в России, я готов на многие жертвы, ну я недословно, естественно, все это передаю, но фраза, быть убитым я не готов, но уже через год, возвращаясь из Израиля обратно в Россию, он говорит совсем другие слова, давайте сейчас я, вот тут мне хочется быть очень точной, не каждый способен свою жизнь отдать ради свободы страны, не каждый, то есть, возвращаясь в Россию, он уже готов отдать свою жизнь ради свободы страны, между этими двумя как бы фразами прошел год. С тех пор, как его убили, прошло семь лет, семь лет, да. Что изменилось в смысле того, как мы думаем о нем, мы помним его, мы как вот, потому что вы, это большая тема для вас, естественно, как вы видите, как реакция людей на имя Немцова меняется, не меняется со временем? Оно меняется колоссально, ну, вы знаете, я немножко, может быть, ограничена определенным кругом, да, с которым я общаюсь, но, во всяком случае, даже в этом кругу реакция меняется, потому что даже близкие к нему люди говорят, что он был, они его недооценивали, они не понимали весь масштаб его личности, и мне очень понравилось, тоже я где-то прочла, как говорил академик Бах о Николае Вавилове, он гений, но мы этого не понимаем, потому что мы живем с ним на лестничной площадке, вот, и я думаю, что, наверное, с Немцовым была точно такая же история, он был рядом, он был понятен, и, ну, казалось, и масштаб его личности, он был тогда как-то недооценен совершенно, но уже после убийства, когда люди стали слушать его интервью, когда люди стали смотреть ролики, он начал занимать то место, которое он и должен занимать, и вы знаете, если, не знаю, насколько вы следите, все-таки вот это выражение пресс-секретаря Путина Пескова, что Немцов был, ну, пресс-конференция сразу после убийства, что Немцов был чуть больше, чем среднестатистический гражданин, вот это желание понизить его, да, обесценить, оно просто, оно продолжает российской властью культивироваться, да, каждый год, ну, не знаю, что в этом году выйдет, каждый год, значит, выходят какие-то кошмарные фильмы на федеральных каналах, показывая, что вообще не говоря о его политической деятельности, начинаются разборы его личной жизни и так далее, это подтверждение, да, это всего лишь чуть-чуть больше, чем среднестатистический гражданин, то самое главное это попытаться его обесценить, ну, видите, он, опять же, мы говорим о символах, да, и Немцов победил в символическом пространстве, он победил в символическом пространстве, он проиграл в бытовом, он погиб, но в символическом победил, он стал бессмертным, и вот то, что сейчас продолжается вот это дежурство на Немцовом мосту, люди продолжают о нем говорить, люди продолжают его помнить, сейчас цитаты его посты, его интервью просто становятся вирусными, да, вайрал, не появилась за это время, да, за семь лет не появилась политика в России, который точно так же относился, мог анализировать, мог разбирать, имел такое влияние, как немцов, особенно вот по отношению к событиям на Украине, к сожалению, не появился, то есть он остался вот этим уникальным, совершенно уникальным явлением в российской политической жизни, и я думаю, что это еще предстоит оценить, я думаю, что этот процесс только начался, вот траурный период закончился, и начался период переоценки, и я надеюсь, что он вот займет то место в истории, которое он должен заняться. Люсь, а такая большая часть вашего проекта, насколько я понимаю, это то, что Борис Немцов написал на Фейсбуке, а Фейсбук, как мы знаем, это не только пост, но это еще и комментарий, вы видели комментарии, как он общался, он общался с теми, кто писал ему комментарии, что можно, какую информацию можно извлечь из этого, как бы из этой части, этого такого публичного дневника? Вы знаете, это абсолютно уникальный исторический документ, дело в том, что уже к 14-му году ему было запрещено, он был запрещен на всех федеральных каналах практически никаких других возможностей общаться со своими сторонниками, просто с российской аудиторией, у него не было, кроме Фейсбука, ну, был Дождь, телеканал Дождь, был Эхо Москвы, но даже на Эхо Москвы появилась цензура какая-то определенная. Так что Фейсбук, это было для него окно в мир. И да, он общался, он отвечал, он спорил, он там был, он присутствовал. И количество, буквально перед убийством, количество его подписчиков было уже около 100 тысяч человек, они росли просто, можно просто смотреть даже по количеству лайков, сначала это на какие-то его посты буквально там 100, 200, 500, потом это пошло на тысячи, особенно когда речь шла о каких-то событиях Боинга, то, что начинало происходить уже на военной арене и так далее. Это тысячи и тысячи лайков и комментарии, да, и мы тоже это делаем частью, частью фильма, какие-то комментарии, которые очень важны. Да, я просто думаю о том, что вот такой интересный на самом деле фокус, что это как бы фокус работы на том, что он делал в этой платформе, вот на Фейсбуке. Да, он абсолютно, я думаю, что он искал какой-то новый язык в этой, в той реальности, в новой для себя реальности, потому что после возвращения, он возвращается уже в другую Россию. И Фейсбук для него был, да, тоже такой экспериментальной площадкой найти свое место в этом пространстве, найти язык, который люди начнут понимать, который, что он будет услышан, что он будет понят, что он сможет что-то сделать через этот канал. К сожалению, видите, здесь произошла такая очень грустная вещь, что со сменой нового интерфейса фейсбучного, те профили, которые находятся в мемориальном статусе, они потеряли возможность, вы не можете их, вы не можете впрыгнуть в ту дату, в которую вы хотите. Вы должны пролистывать полностью всю ленту. Поэтому те, кто хотят почитать Немцова, ну даже 14-й год, ну это практически невозможно. Я сколько раз пыталась, просто у меня компьютер крашивается, огромный культурный слой за это время, люди продолжают писать у него на ленте, продолжают публиковать вещи, свои посты. Поэтому добраться до него самого, ну практически невозможно, просто может быть какие-то энтузиасты с безумным мощным компьютером могут это сделать. Поэтому вот ценность этого документа, она еще больше увеличивается, потому что она недоступна просто человеку желающему почитать конкретно, что было вот в этот день, какие посты. А у него много постов, у него по три, по четыре поста в какие-то дни были. Знаете, Люся, я просто слушаю вас и думаю, вы же из этого можете сделать гигантский сериал. Просто брать знаменитых людей, последний год их жизни на Фейсбуке. Можно очень красиво это разделать. Но почему Немцов? Почему вот что, да, понимаете, столько людей, которых уже нет, которые писали на Фейсбуке? Ну, Юр, это ведь, это же мы, тогда возвращаемся к полнометражному фильму. Собственно, полнометражный фильм – это поиск героини ответа на вопрос, почему Немцов? Что произошло 27 февраля 15-го года, когда жизнь просто человека, моя жизнь полностью изменилась, ну, полностью изменилась. Понимаете, я начала снимать документальный фильм. Ну, в общем, в своем, не очень юном возрасте, 7 лет я занимаюсь, вот что произошло. Понимаете, вот, и почему это произошло, это, на этот вопрос я до сих пор не могу ответить. Вот в фильме полнометражном, надеюсь, там какие-то, что-то там, наверное, должно произойти. Дай бог мы все-таки до полнометражного фильма добежим. Да, ну что ж, иногда мне кажется, что, ну, поскольку мы знаем, что произведение не произведет, не принадлежит Созидателю, возможно, что если вы сделаете ваш фильм, посмотрев ваш фильм, мы наконец поймем, почему же вы решили, что Борис Немцов такая важная личность, ну, какой-нибудь вопросов нет в том смысле, что он действительно важная личность, он важная персона, героическая. Но, тем не менее, было бы интересно, так сказать, почему для вас именно этот человек? Вот героиня пробует, она пытается разобрать. Как люди могут помочь вам, если они хотят помочь вам закончить этот поиск и понять для себя? Еще раз, я не расслышала. Как могут люди вам помочь или узнать больше о вашем проекте и о вашей премьере и так далее? Куда им писать, куда им идти, куда им бежать? Ну, им надо прежде всего идти на страницу этого документального проекта на Фейсбуке. Это именно документальный проект, он включает в себя и сериал, и информацию о полнометражном фильме, и если у нас получится, это может быть и короткий метр. Значит, страница называется facebook.com slash not your average citizen. Ну, не знаю, как это сейчас на экране это изобразить. Это можно стать моим другом на Фейсбуке Луси и Гессерян и оттуда перепрыгнуть на страницу фильма в Фейсбуке, но вот там должна быть вся информация, приглашение на премьеру, различные ивенты. Мы в прошлом году делали очень интересный ивент, на мой взгляд. К сожалению, он был незамечен. Чем люди могут помочь? Люди могут помочь распространением, потому что у нас нету ресурсов CNN, у нас нету ресурсов HBO, поэтому дать людям знать, что происходит, это вот как раз, вот это была бы самая замечательная помощь – рассказывать, расширивать, делиться. А для этого мы здесь. Совершенно верно, да, поэтому мы с вами сегодня об этом говорим. Ну, что ж, Луси и Гессерян, большое вам спасибо за ваши очень интересные проекты, о том, что вы нам рассказали о нем. Надеюсь, что мы когда-нибудь увидим все 52 серии, это было бы интересно. А до тех пор начнем с шести. Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт», где у нас выходит серия иногда несколько раз в день. Подписывайтесь, жмите лайки и, конечно, лайкайте проекты наших гостей, как, например, «Not your average citizen». Не ваш средний гражданин. Один не среднестатистический гражданин. Один не среднестатистический. Ох, а среднестатистический – это ужасное слово по-русски. Просто среднестатистический гражданин. Аverage. Ну, видите, потому что на английском оно совершенно замечательно звучит, на русском, пока мы не подобрали достойного перевода. Мне кажется, у вас замечательное название. Серым быть нельзя. Нельзя быть серым. Ну, это, опять же, цитата... Я думаю, что это не накат на всех, Сереж. Мне кажется, что это говорит про серые существа. И тут все очень четко и понятно. Люся, большое спасибо вам. Друзья, вы смотрите «Рашкин репорт» у микрофона был Юрий Рашкин. До новых встреч. До новых встреч. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова